Приветствую вас и, как бы, в вашей проблеме есть две стороны. Первая сторона – это ваш отец. Вторая сторона – это вы сами. И если про вас, в принципе, уже было сказано достаточно много, по крайней мере, вот эксперты, которые вам ответили, а их три на момент записи данного ответа, они вам практически в один голос утверждают о том, что нужно бороться вам не с отцом, не с его реакцией, не с его поведением, а с вашим взаимоотношением к этому. Сказать по правде, то, что они говорят, не лишено истины, потому что действительно то, как вы на это реагируете, то, что вас это раздражает, это, безусловно, определенный сигнал. Это, безусловно, определенная ситуация, это, безусловно, определенное поведение с вашей стороны, и у него есть причины, которые, ну, собственно говоря, и определяют ту вашу реакцию на поведение отца, которая и имеется. Но, если говорить только о ней, то это одно, это один момент. Но его недостаточно этого момента, потому что есть и еще. Это страна вашего отца, и о ней я бы хотел поговорить несколько подробно, потому что ни один из экспертов эту тему пока что не затронул, а она мне кажется достаточно важной. И начнем мы, пожалуйста, с того, что зададим вам вопрос. С какого момента ваш отец начал увлекаться вот так называемым фрейдизмом? То есть теми вот знаниями, которые вы, ну, описываете, которые вас раздражают. Какие обстоятельства сподвигли вашего папу начать смотреть именно в сторону этих знаний? Почему я задаю вам такой вопрос? Дело в том, что знания, которые представляют интерес для вашего отца, они, знаете ли, достаточно специфичны и не интересуют широкий круг людей, несмотря на то, что психологическая наука в последнее время достаточно популяризировалась. все равно широкий круг людей данное направление не интересует. А значит, была какая-то ситуация, которая сподвигла вашего отца на то, чтобы решать свои проблемы вот таким, ну, скажем так, путем, да, с помощью вот изучения данного направления. Это значит, что ваш папа пытается решить какую-то проблему. И вот решение этой проблемы и является для него первой ступенью задачей. Ну, пожалуй, начнем мы с того, что скажем. Есть проблема у вашего отца, и эта проблема, она нуждается в решении. Решение у проблемы пока неизвестно какое, потому что непонятно, какое обстоятельство вас подвигло вашего отца. Но однозначно можно сказать, что она не решена. И вот, если вы будете обращать внимание не на то, что папа, например, ставит эксперименты над вами, а на то, почему он это делает, на то, что им движет, на то, что его заставляет вот так поступать, если вы будете обращать внимание на это, то вы раздражаться не будете. Потому что раздражаетесь вы до тех пор, пока считаете его поведение, его увлечение, ну, скажем так, баловством, скажем так, каким-то капризом и так далее. Если в вашем восприятии его поведение перестанет быть капризом, вот тогда можно с уверенностью сказать о том, что вы не будете уже так сильно на это реагировать. Что касается вас, то здесь один момент. Дело в том, что, несмотря на тот факт, что вы, в общем-то, написали, что вас раздражает то, что делает отец, тем не менее, однозначно я бы хотел сказать, что над раздражением нужно работать. Связано это с тем, что нужно понять, с какого момента вы испытываете раздражение. До тех пор, пока вот этот момент не будет ясен, вы так и будете испытывать негативные эмоции от поведения, которое может быть, к вам даже не имеет никакого первичного отношения. Чтобы этого не было, необходимо выявить болезненную заставляющую того, что вы ощущаете. Она связана, как правило, с какой-то ситуацией, она связана, как правило, может быть, с какой-то проблемой, может быть, с каким-то обстоятельством, может быть, с каким-то переживанием, с какой-то эмоцией, с каким-то чувством. В общем, спектр причин может быть очень-очень самый-самый разный, но пока не будет он разобран, нельзя, к сожалению, говорить о том, что вы избавитесь от этого раздражающего ощущения. Хотя бы если не отец, то что-то другое или кто-то другой будет вызывать у вас аналогичное чувство. И чтобы этого чувства не было, от него необходимо избавиться. Итак, суммируя все, что было сказано ранее, можно заключить так. Ваш отец с помощью своего увлечения, для вас явно непонятного, пытается решить какую-то свою проблему. Какую именно проблему он пытается решить, мы, конечно, не знаем, потому что это вы и его дочь, и вам известно, что его беспокоит. Но пока не будет ясна проблема, и пока вы не поможете вашему папе решить именно его проблему, то есть он решает не суд, не корень проблемы, он пытается купировать ее симптом проявления. А суд проблемы можно решить только специалистам. Справедливости ради стоит сказать, что проблема достаточно серьезная, если ваш отец увлекся психологическим направлением. Наверное, не побоюсь этого высказывания, что мужчины гораздо меньше увлекаются психологией, чем женщины, связанные это с половыми особенностями. И этот факт, что это произошло, говорит о достаточно серьезной проблеме у вашего отца. И эту проблему нужно решать, потому что если остается как есть, то в будущем может быть ухудшение ситуации, ухудшение психологического состояния вашего отца, ну и так далее. И что касается вас, также нужно определить, что именно и что конкретно вас раздражает. А потому что может раздражать просто попытка как бы ставить вас в такую ситуацию, когда вы допустим не знаете что делать, не знаете допустим как себя вести. То есть это такая обобщенная ситуация. Или например ситуация когда вам не нравится что вас там пытаются например считывать или что-то вроде того. Тогда соответственно возникает вопрос почему. Либо есть чисто ситуативное предоставляющее когда речь идет именно о конкретном применении вашим папой тех методов и тех наработок, навыков, которые он применяет. То зависит от этого нужно с вами разбираться и решать вашу проблему. я надеюсь это довольно понятно. Я надеюсь это понятно. В принципе на этом все. Надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ буду благодарен если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Удачи!